Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Как вы уже знаете, любое устройство, будь то медицинский аппарат или сложная система вооружения, разрабатываемая целыми институтами и конструкторскими бюро, и проходящий огромный комплекс лабораторных, стендовых и полигонных испытаний, а также доработок еще до ввода в эксплуатацию, не гарантирует того факта, что изделие получится абсолютно удачным во всей многогранности заложенных в него проектантами характеристик и режимов работы. Как бы интенсивно не тестировала система, до ее полноценного ввода в эксплуатацию, невозможно определить все скрытые или неявные недостатки. Возможно другой вариант, когда с некоторыми уже выявленными конструктивными недочетами приходится мириться на первых этапах, чтобы изделие вообще увидело свет и перспективу дальнейшего совершенствования с их последующим устранением. Также устройство или система может показать значительно больше потенциал в том или ином параметре, нежели первоначально расчетные характеристики. Для того, чтобы нивелировать или значительно снизить влияние недостатков и усилить сильные стороны системы или изделия, по результатам первичной эксплуатации производится модернизация, которая перебалансирует характеристики системы. В случае с КВЧ-генератором HOMUS результаты эксплуатации показали необходимость проведения подобной модернизации достаточно быстро. Несмотря на мощный медный радиатор, контакт между ним и поверхностью генератора обеспечивался недостаточным количеством теплопроводящей пасты и, как выяснилось, не самой высокой при таких температурах теплопроводностью. Разность температур между корпусом генератора и любой частью радиатора была заметна даже на ощупь. Радиатор был почти холодным, в то время как корпус генератора прогревался до 45-50 градусов. Поэтому первое решение состояло в извлечении генераторного модуля из радиатора из смыве старой термопасты и с последующей заменой ее на новую. Остатки старой термопасты основательно были удалены с корпуса генератора при помощи ветоши, смоченной в 646-м растворителе. Радиатор был промыт в обрезке 5-литровой бутылки в смеси растворителя и уайт-спирита при помощи кисточки с особой тщательностью, в особенности между его пластин. Раствор менялся трижды, пока не обрел прозрачный цвет, а на радиаторе и между его пластин не осталось следов старой термопасты или посторонних веществ и пятен. После этого для ускоренной просушки радиатора напротив него был поставлен небольшой вентилятор и включен на продув. Пока радиатор подсыхал, я начал нанесение новой теплопроводящей пасты на корпус генератора, под его главные болты, а также заднюю крышку, вместе ее посадки и контакта с боковыми стенками основного корпуса. В качестве новой термопасты по ряду критериев, таких как стоимость, теплопроводные свойства, отзывы пользователей и ее наличие в магазинах, мною был выбран 8-граммовый шприц MX4 Arctic. После нанесения основного количества MX4 на корпус КВЧ генератора, я использовал ее остатки, разрезав пластиковый шприц и выцарапав все, что не смог выдавить поршень, чтобы максимально равномерно промазать внутреннюю поверхность радиатора. 8 грамм хватило впритык, чтобы обеспечить более-менее хороший температурный переход с корпуса генератора на корпус радиатора. После замены термопасты, картина нагрева и распределения температур изменилась кардинально. Корпус генератора уже не нагревался так сильно, а радиатор становился теплым, выполняя свою функцию по прямому назначению. Следующей проблемой, которая была решена в ходе проведенной модернизации, оказалась замена одного мощного реле, включенного в режиме перерывателя, на два менее мощных, управляемых цифровым программируемым таймером. Изначально этот вариант и рассматривался в качестве основного, но потом я решил пойти по упрощенной схеме, то есть по пути наименьшего сопротивления, которая в принципе показала свою жизнеспособность, но не была лишена серьезных недостатков. У мощного реле ток катушки оказался слишком большим, даже для того, чтобы мощные электролиты смогли удерживать замкнутые одну из групп контактов, хотя бы в течение нескольких секунд, что во-первых давало слишком частые импульсы на стабилизаторы напряжения и тока, и как следствие на диоды Ганна генераторного блока, а с другой стороны вызывало перегрев реле и частое залипание его контактов. Так что схему пришлось пересмотреть. На входе был поставлен электролит емкостью 33 тысячи микрофарад, от которого одна цепь слаботочная пошла на таймер управления, а вторая силовая на два реле Мацушита, по 10 ампер каждая. Все четыре управляемые группы контактов, которые имеют идентичное положение и образуют суммарно четыре цепи в двух реле, были объединены в одну параллель. На выходе реле перед стабилизаторами установлен электролит емкостью 100 тысяч микрофарад, который обеспечивает стабильную работу преобразователей напряжения и тока. Реле управляются по слаботочной цепи, идущей от программируемого таймера. Таймер имеет несколько программ и режимов, но мной был использован только один из них. Я выставил интервал замыкания цепи реле, а значит и время генерации КВЧ излучения равный 2,5 секундам, и интервал размыкания цепи, то есть время релаксации всей системы равный 7,8 секундам. Таким образом генератор работает циклично, 2,5 секунды он излучает и 7,8 секунд он находится в режиме ожидания, рассеивая в это время накопленное тепло, что значительно снижает перегрев как генераторного модуля, так и блока питания. Дополнительно внутри корпуса блока питания были установлены два малогабаритных вентилятора, один в режиме притока воздуха, другой в режиме его оттока, запитанные при помощи бывшего зарядного устройства для мобильного телефона, с выходным напряжением 5 вольт. Это незначительно повышает шумность работы, но обеспечивает более или менее достаточную приточно-вытяжную вентиляцию. Когда практически все конструктивные изменения были внесены, КВЧ генератор HOMOS начал тестироваться. Хочу обратить внимание на то, что при срабатывании таймера, шкала измерителя резко подпрыгивает до максимума, а потом падает до уровня 2-3 светодиодов, и на этом уровне иногда моргает. Я хочу напомнить зрителям моего канала, что на выходе стабилизаторов напряжения и тока мы устанавливали электролитические конденсаторы на 10 тысяч микрофарад. Большинство из них разряжаются практически мгновенно, учитывая рабочие токи диодов. Но некоторые диоды Ганна прекращают генерацию достаточно плавно, в течение нескольких секунд. Мне это было видно по стрелке падения вольтметра. Она очень плавно ложилась влево. К сожалению, этот эпизод не попал на видео. То есть мерцание 2-3 светодиодов на шкале детектора КВЧ излучения означает режим остаточной генерации. Это говорит о том, что некоторые электролиты отдают остатки своего заряда некоторым КВЧ-диодам. Логическим окончанием любого генератора должен стать или излучатель, или какая-то антенна. В данном случае я решил пойти по пути минералов, заказав в одном из интернет-магазинов Индии два камня. Уже знакомый вам по одному из предыдущих видео селенит, правда уже белого цвета и в форме сферы, и конус из черного турмалина, он же Шерл или Ведьмин камень. Оба камня я решил протестировать на прохождение КВЧ излучения. Селенит, как и в предыдущем эксперименте, ничего нового не показал. С турмалином, тем более с черным, я столкнулся впервые, и он не пропускал КВЧ излучения от слова «совсем». Не знаю почему, но вопреки логике и здравому смыслу, я приклеил к выходу генератора именно конус из турмалина. Также я провел уже привычные замеры электромагнитного, магнитного и электрического полей при помощи измерителя Корнет, который, если мы вспомним видео с минералами, показал среднестатистическую картину для данного генератора. Через какое-то время я открутил фиксирующую гайку, на которую был наклеен черный турмалин, и я хотел посмотреть, просох ли клей с обратной стороны. Подчеркиваю, что КВЧ-генератор к этому времени был отключен, а КВЧ-детектор по невнимательности я оставил включенным. Так вот, шкала КВЧ-детектора зафиксировала всплеск при приближении к ней турмалинового конуса, приклеенного к гайке. К сожалению, камера в этот момент снимала крупный план, и этот эпический момент не был задокументирован. Но не отчаивайтесь, ибо самое интересное вас ожидает впереди. Сначала я ничего не мог понять, и списал все на случайную наводку. Я накрутил гайку шерлом, то есть турмалином, обратно, включил генератор, и с этого момента детектор КВЧ-излучения начал его фиксировать на острие конуса турмалина. Причем не только во включенном состоянии, то есть когда генератор был включен, но и когда он был выключен. То есть минерал постепенно заряжался, аккумулируя КВЧ-энергию, а потом также постепенно отдавал ее уже при выключенном приборе. Я прекрасно понимаю скептицизм, который могут высказать некоторые зрители. Дескать, прибор реагирует на посторонние электромагнитные поля и наводки. Хорошо, для себя и для всех остальных скептиков, я решил исключить такую возможность, обернув его в металлическую сетку с сечением зерна 3х3 мм, причем в некоторых местах обернув дважды. Через эту сетку способно проникнуть электромагнитное поле с частотой 100 ГГц и выше. Все низлежащие бытовые наводки отсекаются автоматически. Смотрите на процесс и на результат и делайте выводы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Такого эффекта, если честно, я не ожидал. Хотя, конечно, насмотрелся на разного рода явления и меня сложно удивить. Но чтобы минерал сначала выступал в роли блокирующего фильтра, а затем в роли аккумулятора того, что он изначально блокировал, такое я вижу впервые. Видимо, конус из черного турмалина или шерла – это и фильтр, и инвертор, и призма, и поляризатор, и аккумулятор. Недаром турмалин вскользь упоминал сам Акимов, говоря о его особых поляризационных свойствах. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то вы можете поставить под ним лайк и подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok